К другим новостям. Считанные дни остаются до Олимпиады в Сочи. В преддверии этого события на Вурнарской земле собрались гиревики из Чувашии и соседних регионов, чтобы помериться силами. Там прошел третий республиканский турнир по гиревому спорту на кубок председателя Госсовета Чувашии Юрия Попова. На турнире около сотни гиревиков из Чувашии и соседних регионов. Перед состязанием у атлетов обязательно разминка. Из-за недостаточной подготовки бывают ошибки и травмы. Тогда спортсмен не сможет достичь высокого результата. Кубки уже ждут сильнейших. Настоящие мужчины не обязательно играют в хоккей. Они занимаются гиревым спортом, убеждены участники соревнований. Спорт для сильных выбирает и слабый пол, потому что закаляет характер. Технику я начала. Не было, конечно, этого вида спорта. Потом как-то решили сделать этот вид спорта. Я решила так себя чем-нибудь заняться. Массово занялись гиревым спортом в Чувашии в начале 80-х годов прошлого века. Тогда появилась специализированная федерация. О тех временах не понаслышке знает один из первых мастеров гиревого спорта в Чувашии. Она не председатель Госсовета Республики Юрий Попов. Говорят, выступая на чемпионате Чувашии еще 16-летним подростком, он улучшил рекорд Республики. Любовь к гиревому спорту у меня всегда это был. Есть, остается. Не только это. Я, кроме гири, люблю и лыжи, и футбол. Поэтому это просто, я хочу сказать, активный образ жизни. Кто спортом дружит, тот он всегда трезво размышляет. Сегодня спикер Чувашского парламента вместе с собравшимися в зале ратуют за гиревой спорт, куда уже не так массово идет молодежь. Сейчас разные виды спорта появляются. Смешанные единоморцы. Сейчас компьютеры. Сейчас молодежь слишком не хочется, но мы ищем, агитируем, предлагаем, ходим. Но все равно же, кто-то должен заниматься гиревым спортом, должен представлять Республику на всероссийских международных соревнованиях. Турнир по гиревому спорту интересен тем, что цыгаются силами здесь и старый мулат. От юношей и девушек моложе 18 лет до дедушек старше 70. Ветераны не бросают гири. Награды разыгрываются в 30 весовых категориях. Соревнования личные и командные. Сильнейшим в категории мужчины до 60 лет уже в третий раз подряд становится атлет Юрий Карпов. Пальму первенства в командном соревновании вновь получает победитель прошлого турнира – сборная Яльчикского района. Второе и третье места делят между собой команды «АллатРа» и «Чебоксар». Ольга Григорьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.